Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса. С этой целью в Воронеже открылся Центр профилактики заражения этой опасной инфекцией. О том, кто может проверить состояние своего здоровья и как это сделать, расскажет наш корреспондент Владислава Витковская. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. И несмотря на то, что вирус уже бушует по всему миру, многие по-прежнему не понимают, что это такое и чем коронавирус опасен. В большинстве случаев заболевание протекает, как обычное ОРВИ, но есть некоторые пациенты, у которых заболевание протекает тяжело, длится до 8 недель, сопровождается выраженными нарушениями со стороны дыхания, и им требуется применение аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях инфекционного стационара. Источником инфекции является больной человек, либо человек, который находится в инкубационном периоде. Сам инкубационный период длится до 14 дней. Он может протекать без какой-либо симптоматики, поэтому человек, возможно, не узнает о том, что он заразился. Кроме того, могут развиться боли в голове, мышцах и горле, а также будет утомление. А вот насморка у зараженных нет. По громкому чиханию коронавирус не выявишь. Самое тяжелое осложнение – это бронхит и пневмония, которые провоцируют нарушение дыхания, и человеку требуется аппаратная помощь, это аппарат искусственной вентиляции легких. Коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может передаваться через загрязненные поверхности, например, дверные ручки. Источником нового типа возбудителя стали, предположительно, летучие мыши. При этом в настоящее время нет данных о том, что домашние животные, такие как собаки или кошки, могут переносить коронавирус. Самое главное – не паниковать. По возможности стараться не контактировать с больными людьми, также с теми, кто прибыл из очагов инфекции, про которые достоверно известно. Надевать маску, если вы идете в общественные места, обрабатывать руки спиртовым антисептиком, если нет возможности вымыть их с мылом, отказаться от привычки касаться лица, глаз, нос, рта, потому что вирусы в организм проникают через слизистые оболочки. Во время кашля или чихания необходимо закрывать нос и рот салфеткой, в крайнем случае это делать в локоть. Салфетку потом выкинуть, руки обязательно обработать. Также одна из рекомендаций – частое проветривание помещений, влажная уборка и отказ от посещений мест с массовым скоплением людей. Наиболее тяжело это заболевание протекает у больных старше 60 лет, поэтому особое внимание нужно уделить наличию симптоматики у граждан из этой категории. Также не стоит забывать, что принятые карантинные меры не будут эффективными, если учащиеся начнут собираться вместе вне своих учебных учреждений. Так как все принятые меры специально сделаны для того, чтобы сдержать распространение новой инфекции. Большинство россиян с пониманием и ответственностью отнеслись к ограничительным мерам. При условиях соблюдения карантинных мер, а также по закону развития эпидемии и пандемии в течение полутора месяцев, но если смотреть на ситуацию в Китае, это все должно стихнуть. Есть мнение, что риск заразиться коронавирусом у людей, имеющих прививки от гриппа, ниже, поскольку вакцинация в целом улучшает иммунную защиту. В Воронеже уже появился первый центр профилактики коронавируса. Его цель – помочь людям разобраться в происходящем и защитить пациентов от вирусов. В центре работают терапевты, работают пульмонологи в первую очередь, поскольку основным осложнением коронавируса является пневмония, заболевание легких. Поэтому здесь специалист, который сделает определенное назначение, это и анализы крови, и КТ-исследования, это может быть рентген легких, это может быть спирография как метод, который позволяет определить изменение функции дыхания легких. Компьютерную томографию легких как дополнительный метод диагностирования нового коронавируса российский Минздрав включил в алгоритм обследования пациентов еще 30 января. Помимо КТ, для постановки диагноза рекомендовались физикальные обследования, лабораторная диагностика рентген грудной клетки и другие методы. Процедура должна делаться по рекомендации врача. Изначально, если не надо бежать на КТ легких, то есть если у вас уже появился кашель, насморк, сначала обратиться к врачу. То есть врач назначает, если посчитает нужным врача, обязательно назначат вам, если нужно КТ. Специалисты утверждают, что люди с хорошим иммунитетом могут не паниковать. У них риск заболеть коронавирусной инфекцией низкий. Найбольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью, легких диабетом и почечной недостаточностью. Владислава Витковская, Александр Панин, 41 канал.